Открытый диалог с Александром Непомнящим Очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Здравствуйте. Террористический акт в Каренвилле, то есть там заложники, но, слава богу, все закончилось благополучно для заложников, никто не пострадал. Но вот реакция спецслужб, первоначальная реакция, я хочу уточнить, спецслужбы президента на этот террористический акт, если можно об этом. Да, на самом деле, эта реакция была очень характерной, и об этом стоит действительно поговорить чуть подробнее. Итак, Малик Файсал Акрам, гражданин Великобритании, захвативший, угрожая пистолетом четырех заложников в общине Бет-Исраэль в Коувилле, штат Техас, во время субботней службы, он, собственно, прямо заявил о том, кто он такой и что хочет. Войдя в синагогу с пистолетом и сообщив, что у него в рюкзаке бомба, Акрам принялся сначала разговорствовать против евреев и о еврейском мировом господстве, а затем потребовал освобождения террористки из Аль-Каида, отбывающей 86-летний тюремный срок в федеральной тюрьме, собственно, в 20 милях от Бет-Исраэля. И ради достижения своей цели он взял в заложники раввины и трех прихожан, после чего потребовал от раввина позвонить другому раввину в Нью-Йорк, раввину из главной нью-йоркской синагоги. Ну, так ему и представлялось, что вот как бы туда нужно звонить, чтобы все решить. Не обязательно быть профессиональным исследователем антисемитизма, чтобы догадаться, что человек, выступающий против еврейского засилья, а затем требующий заступничества некого раввина из главной нью-йоркской синагоги для террориста Аль-Каиды, он одновременно и ненавидит евреев, и боится их одержимыми, и не нужна специальная подготовка для того, чтобы понять простой факт. Акрам, на самом деле, полагал, будто бы могущественная еврейская клика контролирует весь мир. Именно эта вера, собственно, и подвигла его захватить синагогу рядом с тюрьмой, где отбывает свой срок известная террориста. Причём захватить во время субботней службы так, чтобы уж точно взять в заложники её еврейских прихожан. Другими словами, каждый, у кого есть глаза, ну и вообще как бы каждый, кто реально смотрит на мир, мог без труда убедиться в том, что мотив нападения Акрама на синагогу и захвата еврейских заложников был очевидно антисемитским. Акрам верил, что именно так он и сможет освободить свою, так сказать, протежель, потому что он должен был захватить евреев и потребовать, чтобы еврейская клика всемогущая всё решила. И было также ясно, что действовал он преднамеренно. Он выбрал цель, он заранее разработал весь свой план. И всё же ФБР поначалу как бы удалось всё это вроде как упустить из виду, потому что на брифинге для прессы, после того, как заложникам удалось сбежать, а Акрам был ликвидирован офицером ФБР, ответственный специальный агент ФБР Мэтт де Сарно отверг антисемитизм как мотив, побудивший террориста на его действия. Акрам, по словам де Сарно, был исключительно сосредоточен на одном вопросе, который не был конкретно связан с еврейской общиной. Вот его слова. «И мы продолжаем работать над поиском мотива». Вот это уже он. Понимаете? Президент Джо Байден со своей стороны, он, с одной стороны, как бы справедливо назвал это нападение терактом, но и Байден в своём выступлении заявил, мол, ещё слишком рано делать выводы о том, почему он использовал антисемитские и антиизраильские заявления. Ощущение того, что ФБР и Байден занимаются откровенным, то, что называется, газлайтингом, то есть намеренно отказываются признать антисемитскую суть теракта, росло по мере того, как появлялась всё больше информации о личности террориста, который приехал в Америку из Великобритании, купил пистолет, захватил еврейских заложников в Техасской синагоге в надежде на освобождение террористки. О ком идёт, кстати, речь? Афия Сиддики, также известная как леди Аль-Каида. Она была приговорена к 86 годам тюремного заключения в 2010 году за попытку убийства американских военнослужащих в Афганистане. Дело в том, что, находясь под стражей в Афганистане, Сиддики отняла винтовку американского офицера, который сопровождал её вместе с группой других офицеров по пути из тюрьмы на допрос. И успела сделать два выстрела, прежде чем другой американский боец, открыв ответный огонь, её нейтрализовал. А арестовали её ещё, арестовала её афганская полиция, потому что она крутилась возле резиденции губернатора афганской провинции, но это было ещё тогда, когда там была власть не талибов, да? И обнаружили в её сумочке план по изготовлению радиоактивных грязных бомб. И ещё список достопримечательностей США. И вот во время суда на дне в 2010 году в Нью-Йорке Сиддики потребовала, чтобы в составе присяжных не было евреев, и чтобы потенциальные присяжные прошли анализ ДНК, доказав таким образом всякое отсутствие связи с еврейством. То есть то, что она не любит евреев прямо так сильно, что кушать не может, это мы уже поняли. То, что она вообще не понимает ничего в еврействе, как мы с вами понимаем, что ДНК, в общем, вряд ли во многих случаях мог бы помочь. Но тем не менее. Хотела, чтобы прошли ДНК, прошли анализ ДНК, чтобы точно не было евреев её среди присяжных, которые её должны были судить. И после оглашения приговора Сиддики заявила, что была осуждена всесильной еврейской кликой, которая заседает в еврейском государстве Израиль. И этот приговор, сообщила Сиддики в последнем слове, исходит из Израиля, а не из Америки. Вот в чём, что вызывает мой гнев, понимаете? То есть американцев-то она простила бы ещё, но её же засудили проклятые евреи. Ну и надо сказать, что Акрам был не первым исламским террористом, который добивался освобождения Сиддики. Исламское государство дважды предлагало обменять американских заложников на Сиддики. Талибан и Иль-Каида тоже предлагали обменять заложников из США и других западных стран на леди Иль-Каиду. К слову, эта самая леди Иль-Каида в своё время получила учёные степени не в Афганистане, нет. Она получила учёные степени в Массачусетском технологическом институте и в Брандейсе. Вот такая вот террориста. Но самое интересное ведь то, что не только отдельные террористы и террористические группировки работают над освобождением Сиддики. Ну, так как они умеют работать, да, захватывают заложников. Есть ещё такие якобы умеренные группы американских мусульман. И они тоже лоббируют этот же интерес. Небезызвестный совет по американо-исламским отношениям, Каир, он неоднократно проводил митинги за освобождение Сиддики. Есть такая знаменитая американская мусульманская активистка, хорошо известная, кстати, своим откровенным антисемитским нарративом, Линда Сарсо. И ещё в ноябре она выступала на онлайн-митинге Каир в поддержку освобождения Сиддики. Другие крупные исламские группировки тоже активно протестуют против заключения Сиддики и лоббируют её освобождение. Это и американское мусульманское общество МАСС, и американские мусульмане за Палестину, и исламский круг Северной Америки, ИСНА. Они тоже принимали участие в усилиях по её освобождению. Ну, не захватывали заложников, просто лоббировали это через государственные структуры. И для продвижения интересов Сиддики и лоббирования освобождения был даже создан фонд Африя Фаундейшн. И в мечетях от Бостона до Лос-Анджелеса проводились мероприятия, призывающие к освобождению Сиддики. То есть, с их точки зрения, она вообще невиновный человек. Ну, понимаешь, там хотела грязные бомбы в американских достопримечательных заложениях, ну, стреляла по американским солдатам. Ну, что, было? И вот участие всех этих американских мусульманских групп в усилиях по освобождению Сиддики, оно помогает нам сейчас понять, почему Дессарно так старательно пытался отрицать антисемитский мотив в захвате окрамом Синагоги во время субботней службы и взятие в заложники четырёх игреев. Действительно, почему? Так ведь, несмотря на то, что в своё время организация Каир называлась, была названа ФБР крышей для групп Хамаса в США, и более того, она проходила в судебном процессе по делу о финансировании террора фондом Holy Land Foundation в 2008 году, как сообщник, просто как сообщник, которому не были предъявлены обвинения. Так вот, несмотря на это, ФБР имеет долгую и очень, надо сказать, грязную историю тесного сотрудничества с этой исламистской организацией, которая, в общем-то, поддерживает террор. Да, она даже не скрывает этого и вот в том числе пытается лоббировать освобождение Сиддики. Каир ведь не только агитирует за таких террористов, как Сиддики, многие лидеры Каира открыто озвучивают антисемитские заявления абсолютно в таком же духе, как окрам из Сиддики. Например, менее двух месяцев назад Захра Биллу, возглавляющая отделение Каир в Сан-Франциско, она произнесла страстную и яростную антиеврейскую речь на мероприятии американских мусульман за Палестину. И Биллу, кстати, обрушилась нападками на всех сионистов, которых она определила, как всех, кто поддерживает само существование еврейского государства Израиль. Понимаете, вот наши уважаемые слушатели в Америке, может быть, вы совсем не евреи, вы не знали, что вы сионисты, но если у вас есть какой-то сентимент еврейскому государству Израиль, то с точки зрения Захры Биллу, главы отделения Каир в Сан-Франциско, вы тоже сионисты. И эта Биллу, она призвала американских мусульман отказываться избегать любых контактов со всеми сионистами, даже с теми, Каблана назвала вежливыми сионистами, политкорректными сионистами. Каблана имела в виду. Нет, не вас, не думаю. Нам нужно обратить внимание, цитирую я эту самую Биллу, на антидеформационную лигу. Нам нужно обратить внимание на еврейские федерации, на сионистские синагоги, на отделение Гилеля в наших кампусах. Все те, кто поддерживают решение о создании двух государств, тоже наши враги, припечатав Абиллу, понимаете? Потому что любое решение, в котором у Израиля остается хоть какое-то право на существование, в том числе даже самое левое решение, оно с точки зрения главы Каир в Сан-Франциско, нелегитимно. Поэтому с такими сионистами, проклятыми, нельзя иметь никаких дел. Вот так вот. Очевидно, ФБР не было бы просто признать Акрама исламским террористам, движимым антисемитизмом, при том, что само ФБР работает с группами, являющимися точно такими же злобными антисемитами и точно так же поддерживающими исламских террористов. Понимаете? Вот они, если бы ФБР признали, что Акрам антисемит, так получилось бы, что они с такими и работают. Как бы это их протеже, их клиент. Клиент не в том смысле, что они его должны арестовать, в том смысле, что они с ними активно сотрудничают. Но поэтому Десарной пытался сказать, что мы не знаем, чего вдруг он в синагогу пошел. Непонятные мотивы. Чего вдруг разуждал о еврейском заседании. Но после всего этого ФБР подверглась резкой критике. Как бы это заявление Десарно вызвало бешенство даже вот этих самых вежливых сионистов. Нет, конечно, не все. И на фоне этой широкой критики ФБР сменило курс, признав, что Акрам действительно был террористом, движимым антисемитизмом. Представляете? Открыли они то, что называется Америку. Велосипед изобрели. К сожалению, если ФБР не решит прекратить свое сотрудничество с американскими мусульманскими группировками, разделяющими антиеврейско-исламское мировоззрение Акрама и Сиддики, будет крайне трудно поверить в искренность изменения позиций ФБР. Их еще труднее будет поверить в то, что это изменение будет подкреплено заслуживающими доверия, постоянными усилиями по защите американских евреев и еврейских учреждений от угрозы исламских антисемитских атак. То есть, ну, как бы они, ну, сказали, да, наверное, антисемит, но поверить в то, что они действительно как бы это осознали и поняли, что дальше нужно делать, то трудно поверить в это. Но если такова ситуация с ФБР, мягко говоря, не очень веселая ситуация с ФБР, то ситуация с демократической партией и с администрацией Байдена, в частности, она намного, намного, намного хуже. Статус КАИ как сообщника, которому не были предъявлены обвинения в крупнейшем в истории США судебном процессе по финансированию террора в 2008 году, он все-таки заставил ФБР чуть подсократить масштабы своего сотрудничества с этой группой. А вот демократы, они вообще не испытывают подобных угрызений совести. Более ста законодателей демократов из обеих палат Конгресса официально заявили о своей поддержке в организации КАИР. Той самой, которая была сообщником, которому не были предъявлены обвинения в крупнейшем, я повторю, в истории США в судебном процессе по финансированию террора. Понимаете? И вот у ста законодателей демократов из обеих палат Конгресса у них нет никаких проблем с поддержкой КАИР. Они открыто это делают, они даже не стесняются. И вице-президент Камала Харрис она поддерживала тесные отношения с КАИР как во время своего пребывания на посту генерального прокурора Калифорнии, так и во время своей работы в Сенате США. И высокопоставленные чиновники администрации Байден также поддерживают тесные связи с КАИР. Ну, мы как бы с вами об этом говорили, они частично оттуда даже вышли. И КАИР, конечно, сотрудничал с демократкой из Миннесотена, нашей знаменитой Ильхан Умар. Сотрудничал над законопроектом. Этот законопроект был недавно одобрен Палатой представителей в результате прямого партийного голосования. То есть, грубо говоря, демократам сказали, вы обязаны по партийной линии голосовать за этот проект, законопроект. Что за законопроект, который КАИР с Ильхан Умар вместе на пару приготовили Америке? Этот законопроект требует, между прочим, от президента назначить специального представителя по борьбе с исламофобией. И есть критики за законопроект. Те, которые как бы варятся в этом и читали, и измучают. Есть такой доктор Зух Диджасер. Судя по всему, тоже не совсем белый мужчина. Зух Диджасер. Так вот, он как раз очень серьезный критик этого законопроекта. И он предупреждает о том, что если этот закон о борьбе с международной исламофобией будет принят в качестве закона в США, то фактически в США окажется запрещена критика ислама. Понимаете? То есть в Америке, в которой когда-то гордилась тем, что можно говорить все, что ты хочешь, будет запрещено критиковать ислам, если этот закон, который коррекция Аль-Хан-Умар продвинули по партийной линии через параду представителей. Более того, США по сути обнаружат, что поддерживают воинствующих джихадистов, которые определяют любую критику ислама как богохульство. Понимаете, вот у Талибана у него просто все. любая критика ислама, за нее сразу смерть, потому что это против Бога. И вот США принимает точно такой же закон, собирается, но пока еще не принято. Законопроект такой чудесный. В течение трех последних лет террористы-антисениты четырежды нападали на евреев и американских синагог. Две эти атаки действительно были предприняты белыми расистами, или, как называют сейчас, супремасистами. Одна — черным расистам, а последняя — окрама — исламским ненавистникам евреев, исламским антисенитам. Сторонники превосходства белой расы, которые нападали на синагоги в Питтсбурге и Пауэ, штат Калифорния, их справедливо назвали террористами, и они подверглись осуждению от побережья до побережья. Их действие получило широкое освещение в СМИ. Черный расист, который напал на еврея в Монсе, в штате Нью-Йорк, он был признан из-за психического заболевания неспособным предстать перед судом по федеральным обвинениям в преступлениях на почве ненависти. Вот он, бедняжка, оказался ненормальным, но так его определила судебная медицина. Поэтому, что его судить? А другие черные расисты, которые убили двух евреев и кассирами евреев в кошельном супермаркете в Джерси-Сити, примерно в то же время, они и вовсе получили поддержку в местном черном сообществе, в том числе от члена местного школьного совета. Понятно, что можно их понять, они бедные, убеденные, черные, убили каких-то евреев. Судить их, что ли, за это? И вот, наконец, атака Акрама на Бет-Исраиль, она была сейчас, как мы видели, умышленно, неверно охарактеризована как ФБР, так и президентом Соединенных Штатов. И все это вместе, понимаете, Сергей, указывает на совершенно вопиющую и крайне деструктивную американскую новую действительность. И действительность эта заключается в том, что евреи в Соединенных Штатах сегодня преследуются тремя различными группами антисемитов. Есть, конечно, старые добрые, кавычка добрые, естественно, белые расисты, есть черные расисты, есть исламские антисемиты. Но защищены-то евреи всего лишь только от одной из этих групп, потому что две остальные, они сегодня в фаворе и обижать их в Новой Америке нельзя. И это, конечно, вызывает очень нехорошее ощущение, очень нехорошее и чувство от того, что будет точно. Вот как-то так, Сергей. Ну что ж, я напомню, телефон в студии 847-4-0-0-5-2-0-0. Если у вас будут вопросы, вы всегда можете позвонить. Александр, может быть, поскольку у нас еще есть времени, перейдем к каким-то новостям, которые происходят в Израиле? Ну давайте, давайте попробуем. Вот, или у нас есть звонок какой-то? Нет? Сергей? Да-да. Я говорю, у нас есть какой-то звонок, или мы действительно попробуем тогда перейдем к новостям. Новостей было много на этой неделе разного интересного. Давайте мы перейдем к новостям, если будут звонки, я дам знать. Или давайте мы так договоримся, что во втором сегменте нашей программы мы сможем принять звонки от радиослушателей, чтобы нам не прерываться, не перебивать друг друга. А вот до конца этого сегмента мы поговорим об израильских новостях. Хорошо. Хорошо. Одно из самых таких вот ярких, сочных, я бы сказал, но не веселых новостей, которые случились у нас на этой неделе в Израиле, была история с подводными лодками, с покупкой подводных лодок в Германии, за которые теперь с новым правительством Израиль заплатит в два раза больше. Почти на полтора миллиарда евро больше. Почему? Дело в том, что в свое время Натаньяо, будучи премьер-министром, он договорился с канцлером Германии Меркель об обреплении в Германии трех военных субмарин с огромной скидкой. То есть вместо 600 миллионов евро за каждую по 400 миллионов. А разницу по 200 евро за каждую, то есть 600 миллионов евро, обещало доплатить правительство Германии. И это был, по сути дела, договор между Меркель и Натаньяо. Премьер-министр с премьер-министром, с канцлером договорились. При этом как бы там на самом деле был договор еще и он имел предысторию, потому что за приобретение трех предыдущих субмарин они тоже были куплены со скидкой, правда с меньшей скидкой. Их Израиль купил три штуки за полтора миллиарда евро, то есть по 500 миллионов. И вот когда дело дошло до второй сделки, Натаньяо стали обвинять, его оппоненты стали обвинять в том, что он какой-то наварил там что-то. Сумма же огромная, сумма, так сказать, миллиарды с небольшим евро. И Натаньяо где-то там что-то наварил. Стали они говорить, делать большие глаза, намекать. И следствие рыло носом землю, но никаких следов причастности к Натаньяо к каким-то незаконным операциям так и не нашло. То есть они уже дали этому делу как бы номер, но в итоге в суд с этим не пошли, потому что там изначально как бы вообще ничего не было. То есть никак не удалось привязать Натаньяо ни к чему противозаконным. Ну все это, разумеется, нисколько не мешает одержимым ненавистью к Натаньяо до сих пор продолжать обвинять его в преступных действиях, якобы совершенных при заключении вот той сделки три субмарины за полтора миллиарда евро. И более того, сейчас нынешнее правительство, глядя на то, как разваливаются в суде обвинения против Натаньяо, намерено создать комиссию по расследованию, как бы еще одному расследованию той предыдущей сделки с подлодками. Ведь пока будет длиться это следствие, можно и дальше будет дискредитировать Натаньяо, намекать, обвинять его в якобы совершенных преступных действиях и так далее. Так вот, когда началась вся эта некрасивая история, то Меркель сказала, давайте, знаете, что вторую сделку попридержим пока. То есть первая сделка три за полтора миллиарда, она уже как бы ушла, уже Израиль получил эти подводные лодки, за нее Натаньяо стали обвинять в коррупции, ничего не нашли, но сейчас создают новую комиссию. А вторая сделка как бы еще более выгодная, уже три за миллиард двести, на триста миллионов дешевле. Она как бы, немцы сказали, подождите, подождите, давайте пока как бы оставим ее в стороне. И вот договоренность Натаньяо с Меркель зависла, потом Натаньяо сменился, пришло новое правительство, и сказал, давайте продолжать дело, нам же эти подводные лодки-то нужны, мы же не просто их заказывали, нам они нужны, оказывается. Натаньяо обвиняли в том, что он заказывает их просто так, что они не нужны, просто он там что-то какую-то мутит, какую-то историю, и вот хочет себе деньги, видимо, допустить налево с этих миллиардов, откат какой-то получить, поэтому мы ему покупаем эти подводки. Так нам объясняли все эти наши нынешние правители, когда были в оппозиции. А тут сейчас они говорят, нужна? И они обратились снова к немцам, чтобы продолжать эту самую сделку. А немцы говорят, знаете что, цена выросла. Как выросла? Выросла. И на сколько выросла? В два раза. То есть теперь Израиль покупает эти подводные лодки уже не по 400 миллионов, а по 800. Ну и как бы те 600, которые немецкая правительство обещала, она вроде как тоже обещает дать, но это уже не нам же она дает, она дает верфи строительную. То есть Израилю, который должен был заплатить при Натанияу миллиард 200 евро за три подводные лодки, теперь выставили в счет почти 2,5 миллиарда, 2 миллиарда 400 миллионов евро. И новое правительство подписало, потому что подводки нужны, подписало как бы на сумму большую, на миллиард 200 евро. И тихонечко подписало. Они не хотели делать какой-то ваш шум, потому что же люди стали задавать вопросы, но журналисты ушло и пронюхали, и журналисты хоть сильно не любят Натанияу, прямо так не любят, что кушать не могут. Но это же сенсация, они все равно вытащили это на поверхность. И народ стал задавать вопросы, стал удивляться. Как же так? То есть вы ругали Натанияу за то, что он вроде как покупал ненужные подводные лодки за полтора миллиарда, а потом еще за миллиард 200. А теперь вы эти самые ненужные подводные лодки покупаете за 2,4 миллиарда. Мы теперь, Израиль, должны заплатить на лишний, больше, чем на миллиард евро больше. Так в этом была ваша как бы идея, в этом была ваша великая цель. За это вы ругали Натанияу. И тут Беннет, наш красавец, на голубом, ну на самом деле не голубом, а карьем в своем глазу. Он заявил, что в увеличении цены виновен Натанияу. То есть Натанияу уже полгода не премьер-министр. Натанияу уже вообще как бы не удел. Натанияу в свое время договорился о скидке колоссаль, которую теперь они просто потеряли, профукали то, что называется. И оказывается, во всем за то, что Израиль заплатит в два раза больше, виновен Натанияу. Вот такая вот замечательная новость. Как бы выводы наши слушатели могут делать сами, кто тут прав, кто виноват. Но это очень, как бы ситуация, очень характерная для сегодняшнего положения в Израиле. То есть Натанияу действительно делал удивительные вещи, выгодные в высшей степени для Израиля. Пришли эти клоуны, они все делают, как у Маршака в стихотворении. Что не делает дурак, все он делает не так. Все у них получается из рук вам плохо. И все это в итоге обходится израильским налогоплательщикам в огромный день, не просто в большие, в огромный день. И после всего, когда это становится известно, когда им не удается это скрыть, они нам сообщают о том, что виноват в этом Натанияу. Логику здесь искать нельзя, просто как бы нужно видеть вот такие вот, вот такое вот у нас правительство. Так, с ним договариваться. Да уж. Как бы мы с подобной ситуацией знакомы, у нас происходит постоянно нечто подобное, чтобы кто бы где-чего не провалил, виноват все равно один человек, который был президентом год назад. Хорошо, Александр, давайте мы, наверное, сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламные объявления, после чего вернемся. Продолжим. Если будут звонки, мы обязательно примем. Открытый диалог с Александром Непомнящим. Продолжаем нашу программу. Напомню, телефон студии 847-400-5200, на тот случай, если у вас будут вопросы к Александру Непомнящему. А теперь давайте, наверное, поговорим, я не знаю, о бойкоте. Да, ну вот как бы в этом... И еще из новостей, которые в этой неделе произошли, мы в последнее время, к сожалению, больше у нас новостей грустных. Но вот новость, скажем так, совсем не грустная. Дело в том, что 6 месяцев назад международная компания по производству мороженого, Ben & Jerry, объявила о прекращении продажи своей продукции в Иудее и Самарии. Кстати, Ben & Jerry, они два еврея американских. В свое время они создали вот такую известную достаточно компанию по производству мороженого. И в Израиле очень любили это мороженое. И в Израиле есть филиал этой компании. И тут вдруг как бы эта компания американская заявляет о том, что ее продукцию в Иудее и Самарии евреям продавать они не готовы. Байкоти. Генеральный директор Ben & Jerry в Израиле, Ави Зингер, он израильтянин сам, он отказался участвовать в бойкоте, сказал, как бы я продаю все, что мы делаем везде, по всей стране. После чего компания сообщила ему о растражении контракта с ним. То есть ему сказали, ну все, тогда израильский филиал перестает быть частью Ben & Jerry. На этом они расстались. И по итогам это все истории. В Израиле начался бойкот Ben & Jerry, но Израиль маленький. Причем бойкотировали как раз израильский филиал за компанию уже. Хотя он кричал, я-то никого не бойкотирую, я-то, так сказать, тоже пострадавший. Но так или иначе в Америке в 33, по-моему, штатах законодатели взялись за дело и сказали, вообще-то в Америке существуют законы. Бойкот еврейского государства, бойкот Израиля. Это нарушение. И те компании, которые бойкотируют, они лишаются инвестиций, они лишаются всяких разных претеренций в этих штатах. И вот вчера стало известно, что акции корпорации Unilever, частью которой является Ben & Jerry, то есть они владеют Ben & Jerry, они упали на почти 21%. Речь идет об убытке, исчисляющемся 26 миллиардами долларов. И такое падение стоимости акций, иначе как крахом не назовешь. Потому что для сравнения акций главного конкурента Unilever, корпорации Nestle, они выросли за эти же 6 месяцев на 5%. Понимаете? То есть у нормальной корпорации за эти 6 месяцев рост в 5%. Может быть, мог бы быть и больше, но корона, то все 5-е, 10-е, а у этих 21% потерь. Заметим, что как бы непродержимых доказательств того, что есть связь между тем, что они бойкотировали Иудею и Самарию, подверглись санкциям, и в итоге их акции рухнули, нет таких доказательств. Но те, кто активно выступали, в первую очередь, в Америке в последние месяцы против такого бойкота, убеждены в том, что именно их ответные действия, собственно, ответные действия противников бойкота, привели к резкому сокращению продаж Unilever и в результате падения акций. Как мы понимаем, обычно такие вещи, они как бы влекут за собой продолжение. То есть, когда владельцы акций видят, что компании акций падают, они начинают от них избавляться. То есть, сейчас Unilever, возможно, как бы надеялся, что это все останется, не станет достоянием широкой гласности, но оно стало. И в этом смысле действительно можно сказать, что приятно осознать, что компания, которая решила бойкотировать еврейские общины Иудеи и Самарии, понесла за это наказание, причем очень даже чувствительное. 26 миллиардов долларов даже для большой корпорации Unilever. Это не шутки. Ну и, видимо, это будет продолжение всего этого. Вот такая вот приятная новость. Ну а тем временем, как бы у нас в продолжении всего того, что у нас происходит, как бы, к сожалению, хороших новостей все-таки мало. Поэтому расскажу о вещи, которые хорошим, опять же, трудно назвать. Дело в том, что в Израиле, наверное, точно так же, как в Америке, существует так называемая корзина субсидированных лекарств. То есть граждане страны, которым вдруг становится нужно какое-то очень дорогое лекарство, часто за это лекарство платят очень небольшие деньги. То есть либо совсем не платят, либо платят какой-нибудь там небольшой процент, а все остальное доплачивает государство. И, конечно, всегда идет, то есть есть специальная комиссия во главе с министром здравоохранения, которая решает, какие лекарства войдут в эту корзину. Понятно, что там есть очень много политики, которая, в общем, до простого обывателя даже не доходит. Но понятно, что в первую очередь речь идет о лекарствах, которые спасают жизнь. То есть, ну, понятно, есть как бы разные лекарства. Есть в первую очередь речь идет о раке, потому что что сегодня является самым главным бичом? То есть в первую очередь, конечно, там должны быть лекарства, которые спасают людей от рака. Причем лекарств может быть много разных, потому что мы знаем, что как бы одним людям подходят такие лекарства, другим другие. И всегда есть, остаются недовольные, которые говорят, вот именно это лекарство, которое нам было нужно, оно в корзину не попало. И министр здравоохранения объясняет, ну да, мы хотели, но мы не можем. То есть, корзина не бесконечная. Мы и так туда засовывали все, что могли. И вот теперь у нас сменилось правительство. И у него другие приоритеты. Если раньше министр здравоохранения, у нас был министр здравоохранения ультратадоксальной еды. И как только его не ругали, какими только словами не говорили, что он религиозный мракобес, что он ничего не понимает в медицине, что он туда, что он там какие-то делает, что-то выкручивает, конечно же, обвиняли голословно, потому что, если бы могли его поймать на чем-то давно был, он уже был под следствием. Но он под следствием не оказался, потому что ничего на самом деле он там не выкручивал. И при нем все-таки какое-то достаточно большое количество лекарств постоянно, каждый год входило новых в эту самую корзину, потому что появляются новые лекарства, там была комиссия, понятно, что он только политик, он не специалист в лекарстве. Но при нем строились больницы и вообще как бы продвигалось все это. И вот новый министр здравоохранения у нас теперь не ультрафодокс, а очень такой светский человек, как бы представитель, глава партии Мерец, радикально левой партии и представитель лоббист, гомосексуалист. Ну, хорошо, как бы пусть. Но вот сначала он хвастался тем, какие огромные суммы переходят, теперь переводятся вот именно этому так называемому сообществу гомосексуальному на разные их нужды. А теперь как бы он похвастался тем, что государство будет финансировать лекарства по изменению голоса для трансгендера. Понимаете? То есть трансгендер, когда он решает, что он больше не мужчина, хочет быть женщиной или наоборот, ему нужны лекарства для изменения голоса. Понимаете? Это дорогие лекарства довольно. И они пролоббировали своего министра. Министр сказал, да не вопрос. и выбросил лекарства, которые спасают жизни, для того, чтобы вставить туда лекарства, для того, чтобы можно было поменять голос трансгендерам. То им беднякам ведь неприятно, наверное, но вроде как женщина говорит басом или наоборот. И это решение вызвало споры в комиссии, потому что в комиссии сидят, понятно, что там тоже лоббисты, тоже профессиональные какие-то умельцы, тоже они что-то выкручивают. Мы понимаем, что там, где у нас фармакологические компании, там не все так чисто и безоблачно, как в мире розовых пони. Но они сказали, ну ребята, это как бы никуда не годится, потому что есть серьезные вопросы. Есть вопрос спасения жизни человека от рака. И бывает так, что это лекарство не подходит, нужно другое лекарство, должен быть какой-то выбор, а вы сейчас вместо лекарств, которые спасают жизнь, не вставляете туда лекарства по изменению голоса. Стоит оно довольно много, поэтому либо то, либо другое. Но в свете переворота, через который мы сделали, это наш долг, ответил как бы министр. То есть мы дорвались до власти, грубо говоря, поэтому теперь сидите и не пикайте, потому что мы теперь тут рули. Вот такая вот новая реальность в Израиле. Да. Ну и... Продолжим, да? Если у нас нет вопросов, давайте продолжим. Тогда еще у нас есть новости. Еще одна новость на этой неделе. Есть такой израильский известный журналист, Инон Магаль. И он открыл сбор пожертвований в поддержку бывшего премьер-министра Натаньяу для помощи в оплате его судебных издержек. То есть когда заговорили о том, что вот Натаньяу может пойти на сделку со следствием. Сейчас, судя по всему, этот вопрос сходит в повестке дня, потому что, как мы говорили в прошлый раз, по-моему, об этом как раз в прошлый раз подробно говорили, Натаньяу сказал, окей, я готов пойти на сделку, я готов признать часть вины. То есть меня обвиняли в том, что я коррумпировал, что я брал взятки. Теперь мы видим, что по ходу следствия выступают свидетели, в том числе государственные свидетели, они не только не подтверждают это, они наоборот разваливают. То есть они своими свидетельствами показывают, что там даже близко ничего похожего не было на взятку, зато эти взятки как бы были у других людей, у оппонентов, в том числе у того же Лапида, например, еще разные политики израильские были с этим связаны, но не Натаньяу совсем. И Натаньяу говорит, давайте так, вы снимаете с меня обвинение во взяточничестве, я готов признать обвинение в обмане общественного доверия. Потому что обман общественного доверия такая вещь, это нефемерная, в конце концов, нынешний премьер-министр Беннет, когда обещал, что он не создаст правительство с левыми и создал его, это тоже обман общественного доверия. Ну хорошо, говорит, я Натаньяу, я готов признать, но при условии, что это не будет мне стоить так называемого позора. Позор, это на самом деле юридический термин в израильской юридической практике, то есть если политика осуждают с позором, то он на 7 лет уходит из политики. Натаньяу говорит, мне сейчас 72, скоро будет 73, я на 7 лет из политики уходить не готов. То есть если вы готовы сейчас, чтобы это все не тянулось дальше, чтобы общество не видело, как разваливается тело и не теряло доверие к системе правосудия израильской, которую уже в общем там штамп ставить не будет, я готов сказать, что я там беру на себя вину за обман общественного доверия, уйду сейчас из Кнессета, но с гарантией того, что я вернусь туда со следующими выборами. А прокуратура с одной стороны очень хочет такую сделку, потому что они видят, что в общем народ, даже самые, скажем так, недалекие и наивные люди начинают вдруг хлопать глазами, говорить, как-то что-то не клеится, что-то не выглядит все красиво. И поэтому вроде как понятно, что нужно прокуратуре тоже нужно пойти на эту сделку, пока еще не стало всем уже окончательно ясно, что это все были дела шитые белыми нитками. Но они говорят, только с позором. С позором Натаньяу не хочет. Ну и когда все это началось, обсуждение всех этих дел, то в общем люди посчитали, израильские журналисты сказали так, весь этот суд на самом деле он обходится Натаньяу очень дорого, потому что работа его адвокатов каждый месяц это примерно 400 тысяч шекелей. Каждый месяц 400 тысяч шекелей. Суд может длиться такой 5, 6, 7, 8 лет. То есть речь идет о десятках миллионов шекелей. Натаньяу человек не бедный, у него он миллионер. Но кто хочет терять все свои деньги на этот самый суд? Как человек он чувствует себя очень уязвленным, потому что по сути дела он же страдает не за то, что он ограбил банк или там переехал старушку. Он страдает, потому что он представлял интересы израильского общества против дипстрита израильского. Теперь его судят и он расплачивается из своего кармана. И вот журналист израильский Нон Магаль сказал, давайте мы соберем деньги Натаньяу. Ведь раньше Натаньяу хотел брать какие-то ссуды. Ему все запретили. Ему сказали, нет, ты не можешь. Ты не можешь брать у своих друзей, ты не можешь брать ссуды, ты только своими деньгами платишь. Отличная идея. То есть на самом деле это все очень напоминает буквально близкий с домом и гаморрой, где за каждое доброе дело тебя наказывали. Чем более добрым было дело, тем страшнее было казано. Вот то же самое с Натаньяу. То есть здравый смысл там не работает. Но вот Инон Магаль сказал, а мы соберем ему деньги народные, как бы не от друзей, не от олигархов. Каждый может дать не больше пяти тысяч шекелей и потом придумаем, как эти деньги ему, так сказать, с этими деньгами помочь ему судебные расходы нести, чтобы, по крайней мере, это у него не было в голове. Пусть он не думает, что он еще и свои деньги потеряет в этой борьбе, которую, в общем-то, он ведет за весь Израиль. И вот он открыл на прошлой неделе такой счет. И за сутки Натаньяу накидали миллион сначала шекелей, а потом и миллион долларов. Сейчас это уже немножко больше миллиона долларов, но уже прошло трое или четверо суток, и у него уже там больше миллиона долларов. И видно, просто люди дают по шекель, по 10 шекелей, по 18 шекелей, ну кто-то дает большие суммы. Но, в общем, в основном это 50-100 шекелей, такие вот как бы суммы небольшие. И этот сбор пожертвований превратился в своего рода такой вот демонстрацию поддержки общества израильского. Натаньяу с одной стороны демонстрации презрения к системе правосудия, в правосудии только в кавычках можно ее назвать, израильской, которая общество просто говорит, да мы плевали, мы не верим, мы знаем, вы хотите его засудить, просто засудить, тупо засудить, потому что он воролся с вами, он воролся за нас, и мы сейчас даем свои деньги, потому что мы в него верим, а в вас не верим. И в каком-то смысле это объясняет, почему его так ненавидят. Знаете, когда про Натаньяу многие говорят, ну вот, может быть, он, конечно, хороший человек, но ведь столько народу его ненавидят, это же не просто так, это мне всегда напоминает очень, как говорят про евреев, то есть евреям часто говорят, как упрек такой, но вот что-то вот все-таки с вами не то, потому что если бы все было хорошо, ну почему, вас всегда со всех сторон ненавидят, наверное, что-то все-таки в вас неправильное, и вот этот вот аргумент совершенно сокрушительный, да, он мне очень напоминает как-то то же самое про Натаньяу, но вот теперь мы в каком-то смысле мы поняли, почему они его так ненавидят, потому что кто бы из этих политиков, которые ему противостоят, сумел бы за два часа, за два часа первых собрать миллион шекелей от тысяч обычных израильтян, не от олигархов, которые бросали бы там по сотне тысяч, от обычных израильтян, которые давали по 50, по 100 шекелей или даже меньше, эти люди, вроде Либермана, например, или других политиков, не будем называть их по именам, они же ради денег обманывают, воруют, унижаются, они лебезят друг перед другом, они подставляют своих холопок, у Либермана 17 его, людей из окружения ближайшего сидят, как бы прошли через суды, и часть сейчас сидит до сих пор, потому что их обвиняют в казнократстве, в откатах, в государственных хищениях, в коррупции, не спрашивая, правда, они для себя брали или все-таки не для себя, партии, в которой даже чихнуть нельзя без разрешения Либермана, они воровали шестизначные суммы, а Либерман ничего не знает, но допустим, да, но им все это приходится делать с таким трудом, чтобы добыть себе какие-то деньги, а Натаньяу даже, собственно, просить не стал, он не просил этого сам, это сделали другие, пришел Инон Магаль, правый журналист, сказал, вот давайте, у меня такая вот идея, она наносилась в воздух, я видел в социальных сетях, многие писали, типа, давайте начнем собирать Натаньяу деньги, но Инон Магаль человек известный, он каких-то адвокатов подтянул, они это все сделали красиво, чтобы все это было организовано официально, Натаньяу не просил даже, ему накидали за два часа миллиона шекелей, кто из израильских политиков мог бы такое заслужить, никто, поэтому, как бы у них ничего другого не остается, кроме как ненавидеть его всеми своими фибрами своих душ черных, потому что, ну это же просто никуда никакие ворота, вот как-то так. Вот наши друзья на YouTube пишут, что на эту минуту собрано три миллиона шестьсот девяносто семь тысяч двести восемьдесят восемь шекелей, там есть некоторые пользователи, которые говорят, я пишет, я тоже отправил двести пятьдесят шекелей, немного, но, как говорится, по возможности. Вообще, ваше правосудие, так называемое, похоже, берет пример с нашего, потому что, вот когда проходило это позорное расследование спецпрокурора Мюллера, как бы, они столько людей разорили, столько людей, так сказать, обанкротили, потому что каждый раз, когда они вызывают повесткой, люди должны обращаться к адвокатам, это адвоката там стоит пятьсот тысяч долларов в час, и, то есть, по-моему, они выбрали такую тактику, если человека нельзя действительно привлечь, если человек ничего не нарушал, не нарушал закон, то просто его разорить, разорить, не дать возможность ему, так сказать, дальше принимать участие в политической жизни, то же самое сейчас происходит вот эта пресловутая комиссия 6 января, тоже вызывая, они пытаются, так сказать, опорочить, очернить, ну, во-первых, Трампа, чтобы не допустить его до выборов 24-го года, и пытаются также атаковать и конгрессменов республиканцев и потенциальных конгрессменов республиканцев, заклеймить их позором и лишить возможности представлять своих избирателей, то есть, я еще раз повторю эту фразу, которую, которую я уже не раз повторял, нет такой подлости или такого преступления, на которое бы не пошли левые ради достижения власти, ради достижения своей цели, используют любую возможность, законную, незаконную, лишь бы удержаться у власти, либо лишь бы прийти к власти и протолкнуть свои идеи, дикие совершенно, левые идеи. Ну, и глубинное государство, конечно же, что нашим республиканцам приходится с ним иметь дело, что вашему бывшему премьеру приходится иметь дело с этим болотом, который неплохо себя чувствует, который живет в отрыве от реальности в своем шарике, но при этом очень обидно, когда люди, порой нелишенные, казалось бы, здравого смысла, ведутся на это. Я понимаю, когда фанатики с левыми убеждениями, они понимают, что это незаконно, что это неправда, что это ложь, но неважно, их устраивает, как говорил их учитель Сол Алинский, цель оправдывает средства. Этих фанатиков понять можно, а вот другие, которые не являются фанатиками, вроде как не лишены здравого смысла, но с радостью обманываются, почему? Вот этого я понять не могу. Если у нас есть несколько минут еще, то я скажу на эту тему, потому что у нас происходит именно это. То есть недавно по социальным сетям в Израиле прошел ролик короткий. Это такая внутренняя тусовка Тель-Авивского левого истеблишмента. Там, значит, собрались такие старички и старушки, очень влиятельные тель-авивские левые, богатые, обеспеченные люди. Собственно, вот та самая элита, тот самый дип-стейт, который держит Израиль в своих руках. Но это уже как бы вышедшие на пенсию. И вот там был некий профессор, который у них, это у них внутренний такой кружок, они там друг другу всякие лекции рассказывают, читают. И вот этот профессор, его записывают, я не знаю, может быть, он не знал, что его записывают, может быть, кто-то, так сказать, снимал, потом это как-то выскочило. И он нам откровенно говорит, ну, вы же понимаете, что это всё дело Натаньяла, оно шито белыми нитками, мы его просто засудили, мы его можем не любить, как бы. Но вы же понимаете, что это была большая подлость. То есть там внутри у них уже возникает и часть народа прямо аж стряпнулась. Как так? Как ты можешь такое говорить? Но это говорят они сами. То есть в Израиле как раз происходит такой вот процесс некоторого прозрения, что ли, частичного, по крайней мере, среди, даже среди самых левых, которые не любят Натаньяла. Они его ненавидят, но они всё-таки где-то на глубине своего подсознания или сознания они чётко понимают, что если ты ненавидишь своего политического оппонента, это нормально, это как бы ничего страшного в этом нет. Ты за него не голосуешь, ты там агитируешь за других, ты объясняешь, какой он плохой. Но когда ты переходишь в некоторую черту и когда ты уже не выбираешь средства, и когда ты используешь подлые средства, то что-то здесь не так. Им самим с этим не очень уютно. И вот то, что произошло сейчас с этой сделкой, которой вокруг, которой, видимо, не будет, там ведь что произошло? Мы часто говорим юридическая мафия, юридическая клика Израиля, дип-стейт. На самом деле это не единый как бы не единый механизм, не единая команда, построенная вот как, заточенная как пирамида. Там есть, например, прокуратура, а есть судьи. И те, и другие левые, причём кто из них левее, ещё непонятно. И те, и другие ненавидят Натаньяла всеми своими, так сказать, душами. Но что получилось? То есть прокуратура кое-как состряпала эти самые дела. И они все дутые, липовые. И, видимо, прокуратуре считали, что Натаньяла в какой-то момент не захочет пойти на суд. И он скажет, ладно, давайте сделаем ещё до суда, до судебную сделку, я там что-то признаю. И они его уберут из политики таким образом. А он боец. Он же служил в спецназе. И он пошёл на этот суд. И деньги у него есть. То есть жалко всё равно, конечно, тратить десятки миллионов шекелей, но они у него есть. И он готов их тратить, потому что он боец. Потому что он понимает, что это не только его личная жизнь, его личная карьера стоит на карте. И вот это всё пришло в суд. И на суде эти дела рассыпаются. Рассыпаются просто как шелуха какая-то. И судьи оказались в очень нехорошей ситуации. Они это прекрасно понимают. Потому что общество видит, что дела рассыпались. И судьи либо они должны будут оправдать Натаньяла, и сказать, что все эти дела липовые. Они, конечно, на это пойти не готовы. Либо они должны будут на голубом или на карьем своём глазу утверждать, что да, это ужасно серьёзное обвинение, и вот они его засудят. Они его, конечно, хотят засудить, но они понимают, что при этом они сами будут измазаны в грязи выше крыши. И все это увидят. И они это не хотят. Они говорят, вы, прокуратура, нам подсунули эту горячую картофелю, но этот самый каштан горячий, пылающий, он нам совсем не нужен. То есть вы не сделали свою работу как следует по истреблению Натанияу. И теперь мы должны доделать за вас эту работу, мы этого не хотим. Давайте идите договаривайтесь с ним о сделке, пытайтесь из него, так сказать, всё-таки добиться от него того, чтобы он ушёл из политики и не было дальше этого суда, потому что иначе этот суд убьёт остатки веры в систему правосудия в Израиле даже среди как бы наших людей. И вот из своего логова выполз Арон Барак. Это такой вот Сорос, как бы локальный израильский Сорос, Арон Барак, который как бы главный паук всего этого гипстейта. И он с Натанияу встречался и пытался как-то с ним договориться. И вот сейчас мы ждём, что будет. То есть Натанияу, можно его понять по-человечески, если он скажет, всё, мне это всё надоело, вы как бы меня, я готов признать вину, уйти из политики, я уеду в Америку, буду писать книги, получать за каждую лекцию 300 тысяч долларов, забот не знать и всё, ставьте меня в покое. А может быть, он не пойдёт на это, может быть, он скажет, нет, я буду биться до конца. И вот этот раскол внутри левого нашего израильского эстеблишмента, он начал сейчас, мы видим эти трещины, и это, конечно, безусловно, то, что внушает некоторый оптимизм на фоне всего того Содома и Гаморры, который сейчас происходит и у нас, и у вас. Ну что же, Александр, спасибо. Это то, с чем нам приходится иметь дело, то, с чем нам приходится жить. Спасибо огромное и до встречи в следующий раз. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин